Дорогие друзья, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и гости нашей студии, руководитель Центральной психолога-медико-педагогической комиссии города Якутска Инна Слепцова. Инна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. И гость не только нашей студии, но и нашего города, гость из Красноярска, директор Краевого центра психолога-медико-социального сопровождения Леонид Олегович Шаповаленко. Здравствуйте, Светлана. Леонид Олегович, здравствуйте. Спасибо вам большое и Инна, и Олег, что вы сегодня в нашей студии нашли время, пришли. И говорить мы будем сегодня, я думаю, о очень важных вещах, о том, как помочь детям, как помочь ребёнку. И поскольку важный человек для ребёнка, который является посредником, допустим, между школой, комиссией, да, это родитель, то наверняка мы будем говорить о том, как донести до родителя то, что помощь ребёнку нужна, и чтобы он не пропустил этот важный момент, когда её необходимо оказать. Леонид Олегович, наверняка вы в наш город приехали, чтобы и в этой теме как-то поделиться своим опытом с нашими учителями, педагогами, воспитателями, психологами. Или же цель вашего приезда какая-то другая, и она более глобальна. Расскажите. Да, она действительно интересна, потому что, во-первых, центральная психолога-медико-педагогическая комиссия Якутия исполнилась 30 лет, а и 10 лет исполнилась служба ранней помощи. И мы как раз, поскольку нашему учреждению тоже будет скоро 30 лет, и мы очень долго, давно уже сотрудничаем методически, и в рамках вот этих юбилеев было проорганизовано курсы повышения квалификации для специалистов помогающего профиля, специалистов психолого-медико-педагогических, комиссий специалистов дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми раннего и дошкольного возраста. Мы приехали как раз поделиться своим опытом, рассказать современные представления, где мы проучились, на кого проучились, современные технологии, которые можно будет транслировать. Ну и одна, наверное, современная более технология – это дистанционное сопровождение семье, которая имеет детей раннего возраста, потому что за последние два года мы поняли, что разные могут быть случаи, и для нас еще три года назад не представлялось возможным, как логопед может дистанционно сопровождать ребенка, а тем более раннего возраста. Оказывается, возможно, потому что научно-исследовательские институты показали нам эту возможность, отреагировали на социальный запрос общества. Вот и делились опытом в том числе, как помогать семье. Очень интересно, мы за кадром сегодня разговаривали, что некоторые родители воспринимают обращение в медико-психологические комиссии, то есть когда им, например, учитель говорит, или они слышат какую-то информацию, что надо туда с ребенком пойти, это как некий приговор и что-то такое очень неприятное. На самом же деле, если родитель туда придет раньше, как я поняла из нашего разговора со своим ребенком, и получит какие-то рекомендации по тому, насколько ребенок готов к школе, например, насколько он готов к тому, чтобы социализироваться, насколько он вообще сможет вступать в коммуникации со своими сверстниками и с учителями, то тогда родитель примет более правильное решение, сейчас ли идти ребенку в школу, идти ли ему в образовательную школу, или какая-то нужна, например, коррекционная программа, в образовательной школе такое тоже может быть, или может быть индивидуальное обучение на дому. То есть это наоборот такой вот прямой ключ, прямой путь к тому, чтобы ребенку облегчить дальнейшую вот эту историю с обучением, чтобы ему помочь. И как вот, Леонид Олегович, вы сказали, что помочь ребенку стать успешным в будущем, мне кажется, это самое главное. И вот сегодня, я думаю, цель нашего эфира, чтобы родителям донести, что это важно сделать, тогда перед школой важно обратиться в такую комиссию все-таки. Или же школа — это первый этап? — Ну, я начну с того, что психолого-медико-педагогическая комиссия определяет статус обучающейся с ограниченными возможностями здоровья. Это закреплено у нас в законе об образовании, пункт 16, статья 2. То есть есть ли какие-то ограничения, которые мешают ребенку в полной мере осваивать общеобразовательную программу, только тогда он имеет, ну, скажем, поход к нам имеет место быть. А если ребенок хорошо учится, там, справляется, если даже на тройке, если он справляется с общеобразовательной программой, то к нам ходить не обязательно. К нам нужно ходить тогда, когда есть проблемы в усвоении общеобразовательной программы. А ограничения в здоровье, можно сказать, что ПМПК диагнозы не выставляет в настоящее время. Мы только на основе имеющихся заключений от врачей, ну, в частности, от врача-психиатра или от врача-невролога, только тогда мы на основе имеющихся медицинских заключений определяем программу, адаптированную основную общеобразовательную программу. Их у нас 28 плюс 2 программы из 2-го госстандарта. И вот главная цель комиссии – не ошибиться в выборе адаптированной образовательной программы. Все конкретно, то есть все от ребенка, так в общей сложности, ну, как это в общих словах сказать невозможно. Конкретно ребенок приходит, мы его смотрим, и тогда уже выводится, определяется программа. Я немножко подзависла именно на возрасте школьного обучения, потому что мне кажется, что все-таки школа, да, ну, я так думаю, что многими родителями воспринимается это как вот, ну, вот нужно пройти этот путь, нужно набраться сил, терпения, это все равно как бы преподносится как некий такой вот, ну, такой, не знаю. А вот у нас, смотрите, в законе об образовании зафиксировано, что обучающийся является с двух месяцев. Вот, да, потому что здесь клавируются крайние помощи. То есть обучающийся, да, обучающийся – это уже с двух месяцев. Действительно, мы говорим о том, что когда ребенок испытывает трудности в освоении основной общеобразовательной программы, а у нас в общем образовании 4 уровня – это дошкольное образование, начальное, основное и среднее. Начальное образование действительно не является необязательным условием, то есть можно ходить, можно не ходить, но что в отличие от начального, основного и среднего общего образования. Но поскольку обучающийся с двух месяцев, и мы теоретически понимаем, что они с двух месяцев, дети могут пойти в образовательную организацию, да, конечно, это иллюзия, но вот как раз с двух месяцев стоит обратиться в службу ранней помощи. Зачем? То есть, когда вы говорили, может быть, обратиться, проконсультироваться, в любом случае существуют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Образуются на базе которых могут работать службы ранней помощи, либо на базе дошкольных образовательных учреждений, у вас их 52, да, куда можно обратиться. То есть, соответственно, смотрите, можно прийти и проконсультироваться специалистами. А мой ребенок развивается в рамках нормы развития, а может, он отстает, а может быть, что-то нужно поделать для того, чтобы минимизировать это отставание. То есть пройти, да, не нужно проходить комиссию сразу-то, да, но комиссия же на базе центра работает. Соответственно, в центр можно обратиться, там, если это дети раннего возраста, это в службу раннего, да, если это дети дошкольного возраста, то просто специалисты центра посмотрят. Они проведут логопед, посмотрят на уровень развития речи, соответствуют, не соответствуют. Дефектолог посмотрит не на дефект, он называется так дефектолог, но дефектолог смотрит освоение программы по возрасту. И поскольку ребенок является обучающимся с двух месяцев, то логично, есть и программы на год, на два, на три, на четыре, на пять. Дефектолог посмотрит, насколько ребенок осваивает вот эти необходимые знания. Психолог посмотрит эмоционально-волевую сферу, познавательную сферу, взаимодействие между мамой и ребенком. В совокупности они могут посмотреть и действительно предположить, ну, точнее, могут вообще сказать, соответствует, не соответствует развитию линии, ну, возрасту. И тогда один вариант развития, у вас все хорошо, вы молодцы, продолжайте то, что делали. Оказывается, раз в год. Конечно, да, посмотрите, потому что действительно ребенок до года, каждый месяц что-то новое появляется. С года до двух, каждый три месяца что-то новое появляется. С двух до трех, каждый полгода. Потом уже таких быстрых скачков нет, поэтому там уже можно планово наблюдать. Если специалисты видят, что ребенок не справляется, сложность ему освоения в какой-то области, да, могут рекомендовать обратиться на ПМПК, для того, чтобы мы рекомендовали специальные условия для получения образования, и он как раз был успешен. А тут дошкольном ли уровне, школьном ли уровне, к сожалению, вы логично заметили, что правильно. Почему-то школа считается как некий итог. Я хочу сказать слово «ад», но побоялась. Ну, чтобы не напугать. Ну, действительно, у нас, с одной стороны, мы говорим про инклюзивное образование, про равный доступ к возможности обучения, а с другой стороны, мы проговорим про стандарты, про экзамены, про ОГЭГ, и это пугает. Но если представить школу, что это этап подготовки в будущей жизни, то есть школа же это необходимо только для того, чтобы либо получить следующий уровень получения образования, либо, ну, может быть, не будет следующего уровня образования, сразу трудовые навыки пойдет, профессия, да. Поэтому школа-то это миг, который нужно принять, условия, и главное, чтобы в этот период, за 10 лет, он был успешен, ребенок. Вообще не принципиальные диагнозы, да, там, либо какие-то ярлыки, не дай бог, ставить, либо еще чего-то. Чтобы у него получалось, да, потому что когда у тебя получается, когда ты видишь результат, что вот ты справился с каким-то заданием, тогда тебе хочется идти дальше. А если, допустим, вот вы правильно заметили за кадром, что сейчас очень много информации, и некоторым детям очень сложно справиться с таким объемом. И когда ребенок понимает, что он не справляется, конечно, у него не будет идти желания в школу, да. И что греха таить, вот эти ранние вставания, да, вот эти вот потом домашние задания, потом вот на каникулах ты должен тоже там чего-то где-то там делать, да. И, конечно, вырабатывается, ну, такое не очень хорошее отношение к школе. Может быть, я сейчас какую-то только одну точку зрения освещаю, но вот для меня так. Я свои школьные годы вспоминаю без удовольствия. Я не помню, чтобы я прям там как-то хотела идти учиться в школу, чтобы мне прям такое было. Это было просто нужно, это вот какой-то вот обязательный этап. И сейчас многие дети говорят о том, что, ну, не многие, я уж тоже так, некоторые дети говорят о том, что, зачем вообще так 10 лет, да, вот зачем так долго? Дайте нам какую-то вот такую программу, мне потом вот это, например, в жизни не пригодится, вот это мне не нужно. Сожмите как-то, вот сделайте возможность для меня сделать это быстро, вот этот вот этап пройти школьного обучения быстро. Кто-то так говорит, кому-то наоборот сложно. И чтобы это понять, конечно же, без специалистов, родителям... Мы как раз таки с теми, кто сложно. Вот, знаете, по сложно, не сложно, наша отечественная система образования, у нас уникальная система дошкольного образования, которая действительно уникальна. Она не во всех странах присутствует, в некоторых странах вообще нет системы дошкольного образования. У нас уникальность системы нашего образования, что мы даём системные знания, системность мышления. Смотрите, да, действительно, знания могут забыться, но в случае, если так случится, мы пойдём на производство, которое предполагает эти знания, то мы можем знать, мы понимаем, где их получить. То есть это уже какая-то база есть, которая позволит нам дальше развиваться. А, к сожалению, мозг устроен таким образом, чем мы старше, тем сложнее нам и тяжелее учиться. Тем более сложна ситуация переподготовки, обучения. То есть мы в основном развиваемся только в своей узкой профильной, профильном каком-то направлении. Вот до 20 лет уникальная возможность, когда у нас много нейронов, когда они хорошо работают. Мы и так используем мозг не так много, не на все 100%. Это очень маленький процент. Поэтому до 20 лет, когда мозг развивается, подача вот этих системных, структурированных научных знаний позволяет в дальнейшем быть человеку более многокранным. Если бы мы дали только определённый уровень знаний, то Юли были бы, наверное, более скучными, менее развитыми и, наверное, не настолько интеллектуально интеллигентными. Я не знаю, я бы с вами поспорила насчёт того, что вот с возрастом, да, мне кажется, некоторые люди, они прям выдыхают, например, на пенсии и говорят, ох, ну, наконец-то я теперь могу заняться тем, что мне интересно. Потому что там до этого была школа, где меня перегружали, и тысячу предметов, которые мне не нужны. Потом, например, там для моих родителей было важно, чтобы я получил вот такое образование, то, что там себя насиловал, это всё получал. Потом работа не всегда любимая и так далее. А теперь вот у меня есть возможность заняться тем, что мне нравится. А есть, Светлана, ключевое слово «нравится». Вот об этом мы поговорим прямо сразу же после рекламы. На две минуты сейчас уходим. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, мы скоро вернёмся и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. И в нашей студии люди, которые знают всё о том, как помочь ребёнку пройти школьный этап или этап взросления, начиная с его раннего возраста, так, чтобы ему было комфортно и как-то ему это всё нравилось. В нашей студии руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Якутска Инна Слепцова. Республики Саха-Якутия. Республики Саха-Якутия, простите, Инна Слепцова. И как раз комиссии в этом году 10... 30. 30 лет. А 10? Ранней помощи. Ранней помощи 10 лет. И директор Краевого центра психолога-медико-социального сопровождения из города Красноярска Леонид Шаповаленко. И мы сегодня говорим о том, как всё-таки настроить родителей и настроиться родителям, чтобы перед тем, как ребёнку вот как-то помочь, не знаю, пойти в детский сад, в школу, всё-таки не обойти специалистов и выслушать их рекомендации. А вообще можно ли так сделать, настолько помочь ребёнку, чтобы вот эти вот все этапы взросления ему доставляли удовольствие? Или всё-таки без мучения никак невозможно? И нужно слово «должен» как-то применять? Нет, ну я искренне считаю уже 20 с лишним лет дефектологии, что ребёнок никому ничего не должен. Как и взрослые. И так и взрослые, да. Ну, наверное, Гражданский уголовный кодекс только регламентирует нашу деятельность, да? Нет, ну долг перед отчизмом то есть. Ну смотрите, в отношении ребёнка что значит «должен»? Если организовать обучение таким образом, чтобы ребёнку стало интересно, а это нужно определённые изменения инфраструктуры внутри школы, да, это определённые компетентности педагогов, потому что, чтобы это была подача не трансляция каких-то нудных историй, а вовлечение ребёнка в новый совершенно процесс. Посмотрите, национальный проект образования, который у нас до 2024 года, да, на протяжении 5 лет, современная школа, успех каждого ребёнка, предполагает новые, интересные изменения самой структурной школы. Потому что основная задача — это войти в десятку лучших стран в части образования. И как раз создаются кванториумы, точки роста, в дополнительном образовании посмотрите, сколько всего изменилось. Как раз для того, чтобы создать иные условия и иным способом доносить информацию до ребёнка, чтобы это стало интересно. Потому что есть такое понятие «сдвиг мотива на цель». Когда ребёнок сначала ходит, потому что папа сказал или мама, а потом его настолько завлекает эта история, ему настолько нравится, как преподается история, физика, химия, которые вот они — опыты, эксперименты, то происходит «сдвиг мотива на цель», и ребёнку уже самостоятельно хочется. Не ради кого-то, не потому что надо, а потому что ему интересно, он этим живёт. Но это, конечно, нужно, наверное, изменить психологический настрой самого учителя, потому что вот эта трансляция не пустая передача опыта, да, а чтобы ребёнок стал партнёром в изучении нового материала. Заразиться, умение заражать, тогда по-другому будет история разворачиваться. Ну, может быть, тогда учителям стоит как-то всё-таки находить время для того, чтобы говорить индивидуально с каждым ребёнком, индивидуально с родителями. И вообще, насколько это возможно сегодня в системе школьного образования? Я из своей школы помню, что учителя перегружены, классы переполнены. Что сейчас, что-то изменилось по-другому? Да нет, конечно, ничего не изменилось, ситуация та же самая, но вопрос всё равно, наверное, человеческой позиции, педагогического такта, идеи педагогической. То есть, изначально, если человек выбирает стать педагогом, то это не только должность, это определённая миссия, это культура, это представление о том, что и у педагога, к сожалению, нет личного времени. То есть, мы встречаем вот эти разные факты, что как педагог выставляет в социальных сетях фотографии какие, да, насколько можно выставлять, насколько нельзя. А, кстати, вот как вы думаете, насколько можно? Ну, я думаю, что у всего должна быть уместность. У всего должна быть уместность. И если ты себя гармонично в этом чувствуешь, то да, но если ты педагог, странно всё-таки, наверное, более откровенные фотографии выставлять, учитывая, что дети, если подросткового возраста, да, определённые влечения и так далее. Я думаю, у всего должна быть уместность. То есть, и твой стиль в целом рабочий, и как ты выглядишь, он должен гармонировать и с фотографиями. Ну, это должно быть, мне кажется, во всём гармония. И внешне, и духовно. Помните, как, что человек должен быть красив и внешне, и внутренне, да? Вот, поэтому должна быть, наверное, такая гармония во всём. Не знаю даже, кого назвать, у кого так всё хорошо получается. Ну, можно стремиться к совершенству. Конечно, мы его не достигнем никогда, но это не означает, что мы не должны развиваться. Так вот, когда педагог всё-таки принимает решение, что он педагог, и я думаю, что находить время, вот у нас классное руководство, да, сейчас разговоры о важном, когда каждую неделю. Это ведь как раз про то, что с прошлого года мы вставили, точнее, Федерация внесла изменения, вставить блок воспитания во все программы, все уровни, от дошкольного до высшего профессионального обучения. Это вот как раз про формирование вот этой культуры и нахождение возможности говорить о важном. Вот оно, место и время. Вот говорить о важном, да, допустим, ребёнок, он посещает школу, у него, например, часто неудовлетворительные оценки, там, двойки, тройки, да. Ну, учителям говорит, там, вот ты не справляешься, родители в школу, родителям говорит, ваш ребёнок не справляется, иди в комиссию. Вот, например, такой диалог, да. На самом деле, как важно вот в такой истории донести до ребёнка, до родителей, что вот нужно пойти и как-то выслушать советы специалистов, чтобы не потому, что ты вот такой вот, да, вот ужасный, а потому, что просто тебе нужна помощь. Не потому, что ты там, ну, не способен, да, вот, а просто, например, тебе сложно вот так, но вот есть вот такой формат, где ты сможешь получить более высокие оценки. И вообще, что вы думаете про оценки, насколько это верно, потому что есть вот истории, что, может быть, они совсем и не нужны, и тогда было бы детям как-то проще, или же всё-таки нужны. Сразу скажу, если не будет отметок, мы не сможем оценить уровень образования, к сожалению. Качественное описание этого недостаточно. Результативности не будет. Да, то есть для того, чтобы перейти с одного уровня на другой уровень, нужно подтвердить предыдущий уровень. И на данный момент, если просто говорить удовлетворён, он не удовлетворён, это не то. К сожалению, у нас существует, да, вот, определённая градация. Это правила, которые существуют. Вот. Для того, чтобы подтвердить, нужно что-то сделать. Просто написать. Вы сейчас затронули тему вообще принятия родителям состояния своего ребёнка. Родитель с первого разговора на комиссию не побежит и будет прав. Потому что о том, что ребёнок плохо учится или не усваивает общеобразовательную программу, он должен знать с первых дней пребывания ребёнка в школе. И это конкретно работа учителя, конкретно учителя классного руководителя или консилиума школы о том, чтобы своевременно отработать это с родителем. От момента, когда родитель узнал, что у ребёнка не такой, как все, до полного принятия его состояния, ну, любого там, не обязательно умственного осталось, там очень много состояний, ну, не таких острых, да, должно пройти примерно два года, когда родитель готов идти на комиссию, когда родитель готов сотрудничать со школой, когда родитель готов переводить ребёнка на адаптированную образовательную программу. То есть это работа школы, работа классного руководителя, работа консилиума образовательного учреждения. Что такое консилиум? Это психологи, это логопеды, это дефектологи, это все те, которые отвечают за психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в школе. Простите, я вас перебью, да, но вот в том-то и дело, что у нас не готовы, вот, допустим, там, сказал там учитель, да, там всё плохо, родитель подзатыльник дал, вот ты тупица там, вот ты сейчас отправишься в школу, там, для дураков, для тупых. Вот у нас же вот такое вот идёт, да, больше. И на ребёнка уже клеймо, ему уже страшно, он уже действительно понимает, что что-то сейчас, а он не может справиться. То есть у нас же вот, в общем-то, мы вот так это воспринимаем. И потом, если ребёнок, он из общеобразовательной школы попадает в коррекционную школу, он вот как-то с этим клеймом и остаётся. Вроде был вообще образовательный, потом перешёл, значит, вот что-то с ним. Ну, вообще, переход ребёнка из одной школы в другую или даже из... Ну, в общем, это называется ломка динамического стереотипа. Ну, по сути, конечно. Да, поэтому конкретно вот перевод из школы в школу, это, конечно, очень болезненно. Поэтому, если у ребёнка загодя видно, что у него будут проблемы в обучении, да, вот поэтому мы сегодня говорим про раннюю помощь. Все ПМПК, все наши комиссии, родители, ну, как бы, желательно, чтобы он ещё привёл до школы. Потому что, если будут уже веские основания для того, чтобы ребёнок учился в специальной коррекционной школе, лучше его оттуда отправлять с первого класса. Вот, а как до родителей это достучаться? Потому что родители, они же не хотят зачастую этого признавать. Они говорят, ну, что вы мне тут всякую ерунду говорите? Всё, он справится, всё нормально будет. Они пихают в общеобразовательную школу. В итоге ребёнку там тяжело, конечно, он там приносит неудовлетворительные... Вот для этого и у нас существует... Ну, как сломать этот вот... Служба ранней помощи, раннего вмешательства. Типа, чтобы родители всё-таки сначала шли к вам, и как-то вы их настраивали, что вот так для вашего ребёнка будет экологично, бережно. Для, наверное, там, где родительские сообщества, социальные там сети, да, это может быть, возможно, женские консультации. Ну, то есть там, где, возможно, детские сады. Наверное, необходимо рассказывать родителям, кто такой логопед, кто такой психолог, кто такой дефектолог, что они посмотрят, какой пользы от этого будет. Когда родитель будет информирован, он будет понимать, что это специалисты, ну, как к педиатру пойти, как к терапевту пойти, как профилактический осмотр провести. То есть любое заболевание можно на ранних этапах, больше шанс, соответственно, вылечить. Если мы говорим, например, про нарушение интеллекта, то это не заболевание, это состояние, к которому ребёнок рождается. И в данном случае невозможно вылечить. Но чем раньше мы приняли состояние, диагноз, тем больше позитивного опыта и возможностей будет самого ребёнка. Вот в этом по-разному подходим. Поэтому раннее принятие, ранняя диагностика, раннее сопровождение, почему до года, до трёх лет, до шести лет, до семи лет, они, во-первых, профилактируют школьную неуспешность, нарушение чтения, нарушение письма, нарушение общения. А с другой стороны, возможности коммуницировать. Поэтому если родителям на разных этапах взросления ребёнка рассказывать о возрастных особенностях детей, и родители сравнивать какие-то, может быть, памятки, чек-листы, может быть, какие-то методички, которые посмотреть, действительно соответствуют, не соответствуют. И если не соответствуют из восьми параметров, например, пять, не соответствуют, обратиться к специалистам, чтобы посмотрели. Это вот временное отставание, либо серьёзное отставание. А когда мы примем это отставание, что оно есть, тогда и результаты будут другие. Сложно быть родителем. Инна Ивановна была у нас ещё не так давно в эфире, и мы говорили о том, сколько пунктов готовности ребёнка к школе. И один из пунктов это был социализация. Социальная зрелость. Социальная зрелость. Социальная готовность к школе. Я начала смотреть по этой теме информацию, думаю, боже мой, у нас у взрослых нет этой социальности. Конечно. Социальной готовности к школе. И для ребёнка там столько критериев, и он должен им соответствовать. Вот я к себе применила, я вообще не готова пойти в первый класс, например, вот из того, что там было написано. И как с этим быть? Очень просто выявить уровень социальной готовности к школе. Спрашиваешь, у ребёнка ты кто? Если он отвечает, я девочка, я сестра, я там или братик. Этого достаточно. А если он социальные свои роли уже понимает, и тогда он сразу поймёт, что он ученик, если он идёт в школу. А если он этих вещей не говорит, значит, нужно уже работать. Сейчас мы на короткую рекламу прервёмся и продолжим в третьем блоке говорить на нашу тему. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас последний третий блок. Я так увлеклась разговором со своими гостями, что забыла напомнить телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. По ним вы можете позвонить и задать вопрос по теме помощи своему ребёнку, если таковая нужна, и вообще спросить, нужна ли, и как понять, нужна ли. С двухмесячного возраста, оказывается, ребёнок нуждается в том, чтобы родители были внимательными. И можно помощь получить и онлайн, и очно, и желательно ежегодно обращаться за тем, чтобы сверяться с нормой. Хотя, как мои гости утверждают, норма – это, в общем-то, такое понятие. Очень усреднённое понятие, конечно. В нашей студии сегодня Леонид Ишаповаленко и Инна Слепцова. Мы говорим о том, как сделать жизнь ребёнка более с удовольствием, чтобы он жил более лёгкой, более успешной. И, конечно, родители в этом должны ребёнку своему помогать. И говорили мы о том, как понять, что ваш ребёнок готов в школе. Как раз Леонид Олегович рассказал интересный случай, как он понимает относительно своей дочери, что вот пока ещё рано. То есть родитель всё равно должен как-то тестировать своего ребёнка. Расскажите, пожалуйста, что-то интересное. Я говорю моему ребёнку 6,5 лет, и мы понимаем, что на следующий год она пойдёт в образовательную организацию, она пойдёт в школу. Понятно, что моих компетентностей хватает, чтобы протестировать её на готовной школе. Я понимаю, что она не готова. Но каждый родитель должен, тем не менее, понимать, что он несёт ответственность за своего ребёнка. Он программирует поведение ребёнка и организует деятельность ребёнка. Поэтому, конечно, мы пошли на подготовку в школу, мы пошли, ходим туда ребёнку. Но, к сожалению, мой ребёнок говорит, да, доча, я пошла в школу, у меня подготовка в школе, она оделась. Но это внешние мотивы. То есть нравится ей школьная какая-то форма, ей нравится внешняя атрибутика, ей нравится, чтобы куда-то пошли не в садик, что это какие-то новые социальные условия, но при этом одну игрушку взяла, вторую игрушку взяла. И, соответственно, вот эта дома проигрывает эту школу. То есть она внешне говорит о том, что она готова пойти в школу. Но если бы мы её с сентября отдали в школу, поторопились, то мы получили неуспешность, потому что вот это её хорошее академическое понимание, да, она действительно знает программу первого класса уже, да, там, первую-вторую четверть, но мотивационно она не готова, психологической зрелости нет, позиция школьника не сформировалась. И это легко действительно проверяется, есть простые скрининговые методики в нашей возрастной психологии, когда, вот сегодня рассказывал, три вида картинок – учебная, трудовая и игровая деятельность. И перед школой, когда ребёнок смотрит, он всегда больше ориентирован на школьную. Это норма, потому что ему нравится новый этап развития. Если он говорит про игру, если больше играет, меньше учебных, ну, не готов он ещё к обучению в школе. Действительно, может быть, подождать, да, в образовательной организации дошкольной побыть. Но так получается, что в законе образования у нас написано, что дети могут пойти в школу 6,6 и не позднее 8 лет. Ну да, до какой-то причины оказалось, что до 8 лет он просидел в дошкольном образовательном учреждении, но потом всё равно это нужно сделать, это обязательно. А вот он вдруг 8 не готов, выбирает эту картинку игровую. А вот смотрите, тогда и другого варианта нет, когда комиссия может рекомендовать адаптированную образовательную программу. Да, мы понимаем, что к общеобразовательной программе ребёнок не готов. Но тогда могут быть адаптированные образовательные программы. Они разные у нас на данный момент. То есть это одна программа для детей, максимально приближена к возрастной норме. Ну, там просто психолого-педагогическое сопровождение. Другие варианты программ, когда первый класс пролонгируется, то есть программа первого класса растягивается на 2 года. Смотрите, как здорово, да? То есть ребёнок сможет освоить её, и потом уже перейдёт во второй класс полностью подготовленный. Но может быть, конечно, программа для детей с нарушением интеллекта, третий вариант, и с уменьшенным объёмом знаний. Но это разные варианты. И, конечно же, где, как ни на комиссии, про это расскажут. Потому что можно почитать, но это сложно разобраться самостоятельно родителю. Поэтому нужны специалисты. Вот у нас, в частности, центральный ПМПК, где можно обратиться. И руководитель расскажет про эту нормативную базу, сложную, простым языком. Нередки такие случаи, когда ребёнок с первого класса, да, он хочет идти в школу, ему нравится действительно эта атрибутика. Первый раз в первый класс. Вот эти бантики, там, да, вот это вот всё красивое, новое. И вообще какой-то новый жизненный этап, новые друзья. А потом проходит, например, там, первый, второй, третий класс, и он идти уже дальше в школу-то и не хочет. Как помочь такому ребёнку? Я свой вопрос пока оставлю. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Можно, да? Представьтесь, пожалуйста, и слушаем ваш вопрос. Ирина Петрова, город Якутск. У меня вот ребёнок ОВЗ заканчивает девятый класс. Я хотела вот спросить, при поступлении дальше, вот мы планируем в колледж, статус ребёнка ОВЗ и статус инвалида детства, они чем отличаются? И при поступлении какие, ну, может быть, проблемы у нас? Ирина, спасибо большое за вопрос. Сейчас выслушаем ответ. Ирина, давайте я объясню, что такое ограниченные возможности здоровья, что такое статус ребёнка-инвалида. Здесь принципиально разница в позициях, потому что статус ребёнок-инвалид подтверждает медико-социальная экспертиза, которая утверждена Министерством труда Российской Федерации. То есть за этим статусом ребёнок-инвалид идут социальные гарантии, соответственно, все соответствия законам и прав инвалидов Российской Федерации. А когда мы говорим про ограниченные возможности здоровья, это педагогическое понятие, которое возникает только тогда, когда обратимся на ПМПК. И это рекомендательная история для родителя. То есть необходимо создать специальные условия для получения образования, нужно обратиться на ПМПК и подтвердить ограниченные возможности здоровья. Поэтому получается, что инвалид не всегда с ограниченными возможностями здоровья. Есть инвалидность, которая никак не образом... Например, дети с сахарным диабетом могут быть. Но ему не нужны специальные условия для получения образования, поэтому может быть ребёнок-инвалид, но не быть обучающимся с ОВЗ. Может быть, когда дети с нарушением интеллекта, лёгкая умственная отсталость, они могут быть обучающиеся с ОВЗ, но это не дети-инвалиды. То есть это может быть равно, а может не равно. То есть ребёнок-инвалид — это социальные гарантии государства, а ограниченные возможности здоровья — это создание специальных условий для получения образования в образовательной организации по заявлению родителей. А может быть и два в одном, конечно. В девятом классе, когда вы закончите девятый класс, если ваш ребёнок получается по адаптированной образовательной программе, если он ребёнок-инвалид, после обучения, после окончания школы, когда вы получите свидетельство об обучении, но мы не знаем, какое ограничение возможности здоровья, нужно будет пройти по МПК для того, чтобы по МПК прописал адаптированную образовательную программу профессионального обучения либо среднепрофессионального обучения, потому что также должны будут создавать специальные условия для получения образования. Потому что выпускники девятых классов сдают государственные итоговые экзамены, и дети, которые хорошо обучаются, не испытывают трудностей в усвоении общеобразовательной программы, они сдают ОГЕ, четыре экзамена, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наше заключение, то есть они обучаются по адаптированной программе, когда они являются обучающимися с ОВЗ, следующим образом они имеют право сдавать ГВЭ, два экзамена. И в обоих случаях они получают аттестат, если мы говорим не об умственной отсталости. Потому что там экзамен иной, дети не сдают ни ГВЭ, ни ОГЭ, они сдают экзамен по труду и получают свидетельство об обучении, поскольку в законе об образовании, в 79-й статье написано, что дети с нарушением интеллекта не получают основное и среднее образование. То есть, соответственно, ни аттестата, ни по окончании девятого, ни по окончании одиннадцатого класса нет. Это свидетельство об обучении. — Нецензовое. — Нецензовое, то, что называется. Но с этим свидетельством об обучении можно пойти получить профессиональное обучение дальнейшее. То есть не среднепрофессиональное образование, а профессиональное обучение. Это, как правило, годичные курсы, направленные на практическую деятельность, получение профессии, ну и, соответственно, потом идёшь устраиваешься на работу. — А насколько успешно такие дети всё-таки доходят до трудоустройства и до рабочих мест? — Я могу рассказать, насколько успешно. С нашего учреждения 30 лет. Изначально мы были такой интересным комплексом, когда мы брали... Это был комплекс, где была школа-интернат для детей с нарушением интеллекта. Это был центр диагностический, лагеря, филиалы. И получается, что мы детей брали с нарушением интеллекта уже из дома ребёнка в 4 года. И выпускали уже в 9 классе. Соответственно, сопровождали всю жизнь их. То есть мы работали, и мы были мамой и папой этих детей. Сейчас уже, когда прошло, после уже разделения, когда они выпустились в 10-15 лет, что мы видим? Практика. Очень успешные, очень... — А кем конкретно работают? — А смотрите, какие работы. Работы модели. Как ни странно может показаться, действительно модель. А один мальчик — это продавец в элитные мужские часы. Это слесари, это сантехники, это клининг, это рабочие специальности, когда создаются бригады. Соответственно, штукатур, маляр, плотник, столер. Создаются бригады, работают и неплохо зарабатывают. То есть это все те профессии, которые не нужны сложные какие-то мыслительные действия. Это обычные трудовые профессии, которые достаточно неплохо зарабатывают и средний заработок высших педагогических работников, надо сказать. Хорошо адаптировались, хорошо социализировались. Но это случилось благодаря чему? Потому что своевременно оказалась, получается, помощь была оказана. И как раз больше было направлено на повышение трудового обучения. То есть изначально научили, приучили трудиться и трудятся. Достаточно все хорошо социализировались. Девушки стали мамами, вышли замуж. Все хорошо. И так внешне, если пообщаться, обычно семья и семья. Потому что когда они подрастают, они же все равно уже не отличаются. Да, конечно. Ну кто у нас уже читает книги или кто какие-то глубокие философские трактаты? Нет, обычная жизнь, обычная история. Да, сложные абстрактные понятия. Школьную программу-то никто уже не спрашивает. Уже никто не спрашивает, конечно. Поэтому не нужно бояться. Которые физику, химию алкоголы не усваивают. Ну и мы ее уже не помним. А все остальное... Ну вот это как раз-таки история про то, чтобы найти то, что у тебя хорошо получается. И в таком случае ты будешь от этого получать удовольствие. Это и для всех нас важно. Найти вовремя, распознать, куда у тебя идет вообще... Я не скажу, вот тебе помогла... Смотрит твоя душа. Помогли знания синус, косинус... Да я их даже и не знаю, и не помню, что это такое. А вы в школу любили ходить вообще? А я больше скажу. Я в школе учился в 90-е годы, когда, к сожалению, в нашей школе половины предметов не было. И один учитель был и биолог, и химик, и физрук, и русский язык. Соответственно, вот эта вся ситуация сложилась, что мне пришлось школьное образование, потом получать самостоятельно. Ну, потому что пришлось. Вот как раз вы говорили, зачем оно нужно. А оказалось, что нужно в силу определенной сферы. Поэтому, конечно, не пригодилось, конечно, не пригодилось. Ну, не знаю, если не учить. Учить-то все равно надо. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу, за наш разговор. Я надеюсь, что он был полезен многим из наших слушателей и зрителей. Хотелось бы, чтобы всем, кто был сегодня в этом часе вместе с нами, напомню, что в нашей студии гостили руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии Якутии, Республики Сахай-Якутия, Инна Слепцова и директор краевого центра психолого-медико-социального сопровождения из города Красноярска Леонид Шаповаленко. Спасибо. Вам хорошо провести время в нашем городе. Спасибо большое. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание и всем отличного вечера. Спасибо.